Экономическая поддержка семей с детьми была и остается важным направлением как демографической, так и семейной политики нашего государства. Благодаря такой политике с 2016 года верхневожье количество многодетных семей увеличилось на 40%. Сейчас их насчитывается почти 14 тысяч. Как переживает сложные времена одна из таких семей в нашем специальном репортаже. Здравствуйте, вы нас ждете? Здравствуйте, меня Ирина зовут? Семья Веселовых встречает нас в полном составе. Родители Марина и Алексей и их четверо детей, младшая из которых семилетняя Глаша. Все дети школьники. Живут в четырехкомнатной квартире типовой пятиэтажки областной столицы. У меня у обоих дедушек были большие семьи. Это шесть детей и четверо детей. Соответственно, я был воспитан на многодетности. И было за радостью, что Бог нам подарил вот такое большое семейство. В тесноте да не в обиде. Это про семью Веселовых. В этой маленькой квартирке они нашли место для общих любимцев. Собаки Марты и двух симпатичных кошек. Это, как мы ее называем, Индия. Нам ее подарили. Она очень пушистая. Илью очень любит с нами лежать. У нас нету каких-то строгих правил, сводов, законов, что надо делать все по расписанию. Вот есть только вот так вот. Мы вот как-то в любви и в дружбе, и в искренности. То есть мы с детьми общаемся искренне. Если вот бывает, что мы не можем что-то сделать, да, исполнить какое-то их желание на данный момент, мы им искренне об этом говорим. Почему у нас не получается вот именно сейчас? Веселовы оправдывают свою фамилию. Дети, встретив съемочную группу, сразу стали показывать, чему научились. Каждый умеет, что называется, ходить колесом и танцевать. На танце я хожу уже 8 лет. А ты развернись спиной. Будешь? Ну-ка. Вот. Ансамбль танца. Летите голуби. Летите голуби. Известный коллектив. Здрастный. Занятие танцами – страсть всех четверых детей веселовых. Но на этом их увлечения не ограничиваются. Я занимаюсь акробасикой и следопытами. То есть по акробасике у меня есть кубки. Вот. О-о-о! А я занимаюсь бассейном. А вот как раз в эту субботу я поеду на соревнования вторжок. Отлично. На целый день. Буду плыть, и оно там на спине, 100 метров. У тебя получается? Да. Отлично. Ну и индийские танцы, да? Да. Еще я занимаюсь рисованием и следопытами. Лепишь? Да. А еще что? Вырезаю собачку там. Родители вырезаю. Хожу на греблю, и вот девочки ходят на следопыты, а после следопытов повыше идет отряд разведчества. Я хожу вот туда. А еще дети похвастались своими изобретениями. Вот новая модель веселовского самоката. А вот такие картонные доспехи. Ну, чтоб летать. Во что же обходится веселовым дополнительное образование детей? У нас очень хорошо в городе развита гребля. То есть вот у нас отделение каноэ. Вот у нас Гриша занимается каноэ именно. Это полностью оплачивает администрация города или вообще на федеральном бюджете. Я даже не уточняла, но все дают. Не отягощают семейный бюджет и занятия детьми рисованием и танцами. А вот Дуся на увлечение плаванием встает веселовым в копеечку. Вот у нас Дуся занимается плаванием. То есть мы все оплачиваем. И дополнительные взносы, и соревнования. В общем, поддержки вообще нет. То есть большие деньги отдаем, и льгот никаких нет. Была в семье еще одна финансовая проблема – собрать детей в школу. Одна форма обходилась в пять тысяч рублей. Государство эту проблему решило. Это настолько облегчило бюджет, потому что эти деньги мы уже начали вкладывать в детей. У нас традиция есть. Первого сентября мы ездим в Москву, либо мы катаемся, детей катаем на аттракционах, либо мы ездим в аквапарк. Вот последний раз мы ездили в аквапарк, они у нас целый день брязгались в воде, в этих горках. Это все благодаря тому, что мы сэкономили деньги на форму. С 2022 года эта мера поддержки в Тверском регионе расширена. Теперь школьная форма предоставляется детям с 1 по 11 класса. Еще, говорит Марина, семью выручило распоряжение губернатора Тверской области о бесплатном посещении катков детьми из многодетных семей. Это вообще здорово, потому что это тоже лишние деньги, которых иногда просто нет. В квартире Веселовых нет пространства без назначения. Все приспособлено для полноценной активной жизни. Где-то руки применил, где-то подумали. В итоге так и получается. Мы никогда не унываем. Это самое главное в человеке, чтобы что-то получилось. Мы состоим на учете в соцполитике Твери, и нам там выделяют продуктовую помощь. Три пакета еды раз в квартал. Мы там ее храним, поэтому никакой паники мы не поддаемся. Мы не бегаем по магазинам, не скупаем в безумных количествах продукты, лишая пенсионеров дойти до ближайшего магазина и купить для них товары первой необходимости. Поэтому нам все хватает. И плюс я оформила соцконтракт, и мы сами делаем. У нас кулинария полного цикла. Мы сами делаем мясные изделия, макаронные изделия. На деньги соцконтракта мы купили духовой шкаф. Он многофункциональный. То есть там чего только нет. Там и мясные изделия можно сделать, и варенье варить, и компоты. Там функций просто очень много. Я даже до сих пор еще все не освоила. Настолько их там много. Вот эту варочную панель тоже купили. Мясорубка. Мы делаем фарш, а потом уже делаем тесто и пельмени лепим. Все натуральное получается. Допустим, даже тот же сахар. Мы чай пьем без сахара. Да, вот у нас мед. Да, дети у нас кушают мед, например. Поэтому я вот, например, честно, не понимаю вот эту панику насчет сахара. Для нас, например, для нашей семьи, это не товар первая необходимость. Правда. Вы сахар заменяете медом? Да. И то мы контролируем. То есть мы, в принципе, ограничиваем и себя, и детей именно в сахаре. А еще Веселовых здорово выручает автомобиль. Я занимаюсь грузоперевозками, вот, и вот, как бы, купили в кредит пока, вот, выплачиваем. Мы взяли специально газель-фермер, чтобы вся семья там помещалась. Еще помогает не только вот мой заработок, а нам государство все-таки выплаты производит. На детей. На детей. Как бы помощь идет. Потом мы занимаемся волонтерством, и, знаете, как друг с другом чем-то делимся. То есть, ну, получается так, что, как говорят, с миру по нитке углом рубаха. Взаимовыручка и поддержка. Эти качества стали принципом жизни Веселовых. Этому Марина и Алексей учат своих детей. Это позволяет помогать тем, кто действительно оказался в беде. В движении волонтерства и Марина, и Алексей заняты вместе. Я открыла волонтерское движение «Матушка Тверь». Это филиал от Московского благотворительного фонда «Покровские врата». Здесь, в Твери, занимаюсь двумя направлениями. Психологическая поддержка. И второе – мы устраиваем благотворительный концерт. Алексеем мы, как вот, договорились, что он полмесяца работает грузчиком, а полмесяца мне помогает, потому что нам тоже нужна мужская сила. Своего семейного бюджета Веселова не скрывают. 15 тысяч за две недели зарабатывает Алексей. Чуть более 40 тысяч – поддержка государства. Компенсации, выплаты, пособия. Знаете, у нас две мечты. Творческая мечта – это попутешествовать. Мы мечтаем съездить на Камчатку, увидеть место, откуда начинается наша родина. И вторая мечта – это, конечно, просторный дом. То есть хочется, чтобы у каждого ребенка была своя комната, своя кровать, свое рабочее место, где ребенок делает уроки. Но пока такой, к сожалению, возможности нет, потому что материнский капитал мы уже задействовали в эту квартиру. В будущее Веселовы смотрят с оптимизмом. Руки есть, голова на плечах. А главное – есть большая и дружная семья, где не дадут друг друга в обиду. Не бояться. Знаете, как, опять скажу, мои дедушки оба прошли войну. Я всегда вспоминаю их, они меня там поддерживают. Знаете, память о них, она нас поддерживает. И силы дают. Да, дают силы. И мы понимаем, что у них было гораздо сложнее ни стиралок, ничего не было, ни роботов, ни пылесосов. И они достойно прошли. И у них также были многодетные семьи. И в итоге вот эта память, она дает нам силы. А еще семья Веселовых любит собираться вот возле такой говорящей ручки. Говорящая ручка – это обучающая ручка. И это наше российское изобретение. Ну покажи, что она умеет. Вот Российская Федерация. Она играет гимн? Она может играть, то есть, тут гимн. А можно еще играть? На сегодняшний день на территории Верхневолжья реализуется порядка 50 мер социальной поддержки многодетных семей, 18 из которых – прямые денежные выплаты. Подробнее о таких мерах – поддержки в комментарии представители Министерства демографической и семейной политики Тверской области. В рамках национального проекта «Демография» в Тверской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей с детьми». В прошлом году на реализацию данного регионального проекта более 2,5 миллиардов рублей было направлено из средств федерального и областного бюджета. Одно из мер, направленных на улучшение жилищных условий многодетных семей, хотелось бы отметить, такое положение, введенное с 2022 года, как снятие возрастных ограничений для родителей из многодетных семей на получение социальной выплаты при рождении ребенка, на погашение ипотеки, либо процентов по ипотеке. Принято решение о расширении состава подарочного набора детских принадлежностей для новорожденных семей. Если раньше в состав этого набора входило 58 различных предметов, то с этого года это уже 69 наименований. Более подробную информацию о мерах поддержки семьи с детьми в Тверском регионе можно получить на портале «Семейный помощник», зайдя на который и заполнив небольшую анкету, можно узнать конкретные меры поддержки, подходящие именно для вашей семьи.